И сегодня я расскажу вам о лекарственном лечении сарком мягких тканей. Сарком мягких тканей достаточно редкая нозология, гетерогенная группа, достаточно много разнообразных подтипов, которые иногда отличаются кардинально по своему лечению. Саркомы в целом делятся на несколько подтипов. Это саркомы костей и сарком мягких тканей. До начала нашего вебинара мы провели небольшой опрос и, конечно, были рады тем результатам, которые получили. И 93% из опрошенных сказали, что к саркомам мягких тканей не относятся саркомы костей и остеогенная саркома. Это достаточно хороший признак того, что большинство специалистов, которые занимаются этой проблемой или хотя бы с ней встречались, знают, в чем разница между саркомами мягких тканей и остеогенными саркомами. Основные подтипы сарком мягких тканей, которые мы рассматриваем в данной презентации в качестве лечения, это недифференцированные плеоморфные саркомы, джист, липосаркомы и лемесаркомы. Почему именно они, об этом я расскажу дальше. Итак, саркомы у нас встречаются практически в любых мягких тканях нашего тела. Это и сухожилия, это мягкие ткани, новообразование сосудов, фиброзная ткань. В принципе, даже иногда встречаются так называемые хондросаркомы внескелетные, которые также по некоторым классификациям относятся к саркомам мягких тканей и лечатся соответственно. По эпидемиологии саркомы мягких тканей редкие, опухоли занимают не более 1% среди всех взрослых за качественное образование и 15% среди детских. В среднем за год заболевает 13 тысяч человек, это в Соединенных Штатах Америки, и ориентировочно 3700 человек в России, это по данным наших популяционных раковых регистров. Смертность в среднем в России составляет около 3000 человек, стандартизованный показатель, это 1,4 на 100 тысяч населения. По локализации. В основном саркомы мягких тканей локализуются на конечностях, 25% тела, внутренние органы, забрюшинное пространство и на голове и шее. Лечение. Опять же вернемся к нашему опросу, какой метод является стандартом для лечения саркомы мягких тканей, и 97% ответили, что хирургическое лечение, что в принципе и соответствует действительности. То есть все лечение, которое начинается, за исключением пациентов, у которых есть уже изначально распространенное заболевание, либо невозможно провести полное хирургическое удаление опухоли, практически в 100% случаях пациентам проводится хирургическое лечение. Лучевая терапия применяется при лечении саркомы мягких тканей. Она может применяться как до хирургического лечения с целью уменьшить опухоль, так и при некоторых подтипах, о которых мы дальше тоже обсудим в следующем докладе, для адювантной терапии, либо послеоперационной лучевой терапии. Ну и, соответственно, лекарственное лечение, опять же, может применяться и в адювантных режимах, послеоперационной терапии, ну и, соответственно, как самостоятельная часть для лечения метастатического заболевания. И лекарственное лечение является стандартом для метастатических форм сарком мягких тканей. И сейчас я расскажу про именно лекарственное лечение. Лечение предоперационной терапии проводится в основном у пациентов с высоко дифференцированными саркомами. Пятилетняя выживаемость у пациентов, получавших предоперационную химиотерапию, примерно равна с данными у пациентов, которым не проводилась предоперационная химиотерапия. И общая выживаемость у пациентов с и без предоперационной химиотерапии варьируется тоже примерно в одних пределах, 64-65%. К сожалению, этим лимитируется применение лекарственной терапии у данных пациентов с качеством предоперационной лекарственного лечения. Послеоперационная химиотерапия показывает свою эффективность при определенных по типу злокачественного образования. В ряде исследований химиотерапия показывает увеличение 5-летней безрецидивной выживаемости до 58% по сравнению с пациентами, которые не получали постоперационную химиотерапию. И опять же ряд исследований показали, что общая выживаемость у пациентов с послеоперационной химиотерапией также значимо увеличила общую выживаемость по сравнению с пациентами, которым эта химиотерапия не проводилась. составляла от 75 месяцев против 46. И, конечно, эффективность послеоперационной химиотерапии зависит, во-первых, от типа опухоли, степени её дифференцировки и, соответственно, пола возраста пациентов, потому что от возраста зависит и пролиферативная активность в ряде случаев. Лечебная химиотерапия. Лечебная химиотерапия в основном применяется у пациентов либо с нерезиктабельной саркомой мягких тканей, либо с первично распространённой опухолью, метастатической саркомой. Конечно, стандартным лечением сарком является применение доксорубицина. Он может применяться как в монотерапии, так и в комбинированном лечении. Также могут применяться различные варианты химиотерапии с включением и фосфамида, комбинированная терапия, конечно, повышает медиану времени до прогрессирования, но по глобальным исследованиям она значимо не увеличивает общую выживаемость по сравнению с монотерапией. Но для некоторых подтипов саркомой мягких тканей существуют препараты, которые с большей эффективностью увеличивают общую выживаемость пациентов. Так, например, препараты рибулин увеличивают общую выживаемость с 11,5 месяцев до 13,5 месяцев лечения. Как мы видим, это большое было рандомизированное исследование. Медианное время до прогрессирования между доксорубицином в монорежиме и доксорубицином с фосфамидом показало значимое различие и, соответственно, эффективность этого режима. Однако при изучении общей выживаемости разницы между доксорубицином и комбинацией доксорубицином и фосфамидом не было. Поэтому в том случае, если вы выбираете, какой режим использовать, то стоит обращать внимание и на общий статус пациента, и, соответственно, на возможную продолжительность жизни. И в ряде случаев монотерапия доксорубицином будет более эффективна и более приемлема для лечения ваших пациентов. Таргетная терапия. Препарат Аларутумаб. Моноклональное антитело, блокирующее ПДФ, РА, элегант. И при исследовании Аларутумаб с доксорубицином против доксорубицином в монорежиме он показывает лучшую медиану времени до прогрессирования и показывает увеличение общей выживаемости. Однако данное исследование проводилось у пациентов с леомиосаркомой, недифференцированной саркомой и липосаркомой. Поэтому, опять же, возвращаясь к тому, что у нас имеется большое количество подтипов саркоммакиткани, поэтому мы должны выбирать для каждого режима собственный вариант лечения, максимально который будет подходить вашему пациенту. Анлатиниб, мультитаргетный тирозинкиназный ингибитор, воздействует на ростовые факторы и ангиогенез, он показал свою эффективность у пациентов с альвеолярной саркомой. Как мы видим, в этой группе пациентов он показывает максимальное полезное воздействие по сравнению с препаратами плацебо. Ну и, соответственно, мы сейчас поговорим о лечении определенных подтипов саркоммакиткани, которые наиболее часто встречаются в жизни. Это липосаркомы. Липосаркомы подразделяются на несколько подтипов. Это хорошо дифференцированные липосаркомы, миксоидные круглоклеточные, плеоморфные липосаркомы и дедифференцированные липосаркомы. Лечение. Лечение стандартное. Опять же, возвращаемся к тому протоколу, который был, показан раньше. Стандартным лечением является доксорубицин с фосфомидом или доксорубицин в монорежиме. Опять же, обращаю внимание, что разница между общей выживаемостью у пациентов с комбинированным лечением доксорубицин с фосфомидом и доксорубицин в монорежиме значимо не разделялась. Двухлетняя общая выживаемость составила 31-28% соответственно. В том случае, когда нам необходим быстрый ответ, конечно, лучше применять комбинированные схемы химиотерапии. То есть это тогда, когда мы считаем, что пациенту после нашей химиотерапии можно будет провести какое-то дополнительное лечение, например, полностью редуктивную операцию, либо сделать так, чтобы у пациента улучшить качество жизни. Также в исследовании Джонса показало статистически значимую высокую частоту ответа на химиотерапию в первой линии доксорубицина у пациентов с миксоидной липосаркомой по сравнению с Д- или дедифференцированными липосаркомами. 48% против 11%. У пациентов с миксоидной липосаркомой наблюдалась более высокая частота ответа по сравнению со всеми другими подтипами липосарком. Пациенты с низкодифференцированными липосаркомами имели также лучшую выживаемость по сравнению с другими подтипами липосарком. Новыми препаратами в лечении липосаркома является тробиктидин. Применение тробиктидина у пациентов с липосаркомой показало большую общую выживаемость по сравнению с другими саркомами. И также значимо выше был уровень объективных ответов. 6,9 против 4%. Следующим препаратом для лечения липосаркома является ирибулин. В исследовании было показано, что медиана общая выживаемость у пациентов липосаркома с применением ирибулина против декорбозина увеличивала общую выживаемость с 84 месяцев до 15,6 месяцев. Соответственно, в этом исследовании применяли ирибулин продолжительностью 2-5 минуты в первые 8 дни каждого 21-дневного цикла в дозе 1,4 мг на метр квадратный. И против декорбозина, который применяли в первый день каждого 21-дневного цикла. Ирибулин блокирует микротрубочки и, соответственно, блокирует необратимый метоз. И вот как вы видите результаты. Первичная конечная точка была общая выживаемость. И, соответственно, ирибулин показал медиан общей выживаемости 13,5 против 11,5 у декорбозина. И, соответственно, при монотерапии распространенной липосаркомы в ходе исследования третьей фазы при холовине против декорбозина также показал значимое увеличение общей выживаемости 15,6 против 8,4 месяца у декорбозина. Общая выживаемость по подтипам липосарком показала, что лучше ирибулин применяется у дедифференцированных и плеаморфных липосарком, нежели чем у миксоидных липосарком. Леомиа саркома. Леомиа саркома – следующая по частоте встречаемости среди всех по типам саркома мягких тканей. В исследовании ИОРТС показало, что общий уровень ответа на лечение леомиа саркома составляет примерно 26%. Медиан общей выживаемости в группе составляет примерно 51 неделю против леомиа саркома – 52 недели. И в исследовании БЭЙ показали, что химиотерапия гемцитабином доцитокселом эффективнее у пациентов с леомиа саркомой, нежели чем в других подтипах. И общий уровень ответа составил 24% у леомиа саркома и 10% у других сарком мягких тканей. Также в исследовании КЛИМ в 2008 году показали, что общая выживаемость у пациентов с леомиа саркомой выше среди женщин по сравнению с мужчинами. Медиана времени до прогрессирования составляла 6 месяцев у женщин и 2,4 месяца у мужчин. Общая выживаемость у пациентов с леомиа саркомой на фоне лечения тробиктидином и по сравнению с докорбозином в принципе значимо не различалась. Ну и следующий подтип саркомой мягких тканей, про который хотелось бы сказать по лечению, это джист. Общий подтип саркомой мягких тканей, развивающейся в желудочно-кишечном тракте. В 95% случаев джист определяется экспрессией белка цикит. И химиотерапия для джиста, ну и почему вообще взяли к обсуждению эту нозологическую форму, потому что эффект достаточно выраженный, пациентов можно лечить на фоне химиотерапии, лекарственного лечения, таргетной терапии. И соответственно у этих пациентов хороший ответ и практически можно в длительную ремиссию ввести. Первая линия лекарственного лечения здесь идет имотениб. 53% определяется частичный регресс, 27% стабилизация заболевания. Во второй линии лекарственного лечения можно использовать сунитениб, регрофениб, который показывает также трехмесячную выживаемость без прогрессирования до 60%. В принципе это все, что сейчас мы хотели сказать про лекарственное лечение саркомами, ахитканией. Продолжение следует...